Вести Карачаева, Черкесия В Черкесии состоялось торжественное открытие года педагога и наставников Карачаевой Черкесской Республики. В праздничном мероприятии принял участие глава Республики Рашид Тимрезов, который в торжественной обстановке присыл пятерым педагогам почетное звание за многолетний добросовестный труд в системе образования. От педагога и наставника, его профессиональных и человеческих, во многом зависит судьба и жизнь наших детей. Завтрашний день страны. Ведь именно такую задачу ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который в режиме видеоконференц-связи официально дал старт году педагога и наставника в образовательном центре в МАШУ. Год педагога и наставника – это признание значимости профессии педагога, его важности для формирования будущих поколений нашей страны. Это не только позволит повысить престиж благородной учительской профессии, но и позволит выявить самые яркие педагогические таланты, распространить накопленный опыт, поднять общий уровень педагогической культуры в нашей республике. Кавказ.РФ Акционерное общество «Партнерс Групп» предложило стоимость 19 млрд. рублей со сроком оплаты в 2030 году, а компания «Горные вершины» – 24 млрд. 200 млн. с тем же годом оплаты и таким образом выиграла конкурс. Следующим этапом после заключения договора станет оплата 25% акций плюс одна акция в размере 6 млрд. рублей. Процедура запланирована на период март-июнь в зависимости от получения покупателям необходимых одобрений согласия контролирующих органов. Оплата второго пакета акций пройдет в 2030 году. С учетом индексации сумма составит 23 млрд. Таким образом, общая покупная цена всех пакетов акций – 29 млрд. рублей. Глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов провел встречу с ректором Северокавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым. Главная тема встречи – выполнение государственной задачи по подготовке кадров и выполнение научно-исследовательских работ по заказу предприятий республики, учитывая, что сейчас СКФУ на Северном Кавказе – лидер по подготовке специалистов самого широкого профиля, от среднего профессионального до аспирантуры. Итогом встречи стало подписание главы республики и ректором университета договора о партнерстве. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, развитии наших взаимоотношений. Я предлагаю провести, может быть, какие-то ваши мероприятия на территории Карачаева Черкесской Республики, в Архызе, в Тиберде, в Донбай. У нас такой большой опыт есть. Мы договорились по линии Минпросвещения. В сентябре будем проводить всероссийский конкурс учителей родных языков. Что-то мы могли бы в этом направлении посмотреть. Мы видим достаточно большой интерес с их стороны к получению знаний. Значит, и на выпуске становиться высококвалифицированными специалистами. И самое главное – возвращение свой альбоматор в свою родную республику, быть нужным, полезным республике, вкладываться в развитие разных отраслей и в целом экономики. Вопросы реализации социального контракта как действенной меры улучшения уровня жизни жителей республики обсудили в региональном Доме правительства под председательством министра труда и социального развития Руслана Шакова. Рассмотрены итоги реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта за прошлый год и задачи на текущий. Участники встречи обсудили распределение социальных контрактов по основным мероприятиям, показатели оценки эффективности использования субвенции, установленные соглашениями и другие вопросы. Кроме того, изучили практики заключения социальных контрактов в муниципальных районах республики. В Карачаево-Черкесии в этом году планируется заключить порядка 1492 социальных контрактов для поддержки жителей республики. В частности, будет оказана помощь в поиске работы 343 соцконтрактам, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – это 352 соцконтракта и развитие и введение личного подсобного хозяйства – 373 соцконтракта. В прошлом году в банковской сфере Карачаево-Черкесии выявили 13 вальшивых купюр. Это банкноты номиналом 1000, а 2000 – 5000 рублей. В прошлом году уменьшилось количество поддельных банкнот иностранных государств. По итогам 2022 года на территории республики обнаружили две поддельные купюры по 500 евро, что намного меньше, чем в прозапрошлом году – 37 фальшивок номиналом 50 и 100 долларов США. Жители республики могут проверить подлинность российских денег с помощью мобильного предложения «Банкноты Банка России». Ориентируясь на подсказки, без использования специального оборудования можно узнать, где расположены защитные признаки и как они должны выглядеть. Информация о защитных свойствах денежных знаков также размещена на сайте Банка России. Жители Карачаево-Черкесии могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Что для этого необходимо и куда стоит обращаться, расскажет начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Красова. Уважаемые предприниматели Карачаева-Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инноваций социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр мой бизнес по улице Ленина, 53, Центр инноваций социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения, или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. С 1 марта проходит основной этап проведения всероссийских проверочных работ. Для учащихся старших классов предусмотрен период проведения ВПР с 1 по 17 марта. Учащиеся начального и общего уровня образования включатся в написание ВПР с 20 марта. Период проведения для них продлится по 25 апреля текущего года. Для учащихся 4-8 классов обязательный предмет – это математика и русский язык. Обязательным предметом для четвероклассников также станет окружающий мир, для пятиклассников – биология и история, семиклассников – иностранный язык. Кроме того, для учащихся 6 классов пройдут ВПР по истории, биологии, географии и общество знанию, для седьмых классов – по истории, биологии, географии, общество знанию и физике, для восьмых классов – по истории, биологии, географии, общество знанию, физике и химии на основе случайного выбора. В гимназии номер 17 Черкеска для учеников, не получивших вакцину от полиомелита, созданы дежурные классы с очнозаочным обучением. Здесь будни ничем не отличаются от обычных классов. У ребят отдельная рекреация, школьные кабинеты и санузлы. Питание в столовой дети тоже получают по всем правилам. В таком режиме дети отучатся до конца учебного года, а те, кто намерен привиться в ближайшее время, смогут привестись в соседний корпус сразу после вакцинации. Высокогорный молодежный форум «Махар», который проводится в Карачаево-Черкесии, получил статус Всероссийского форума. Республика выиграла в конкурсе по отбору площадок для организации и проведения федерального конкурса молодежных проектов, а также для получения статуса федеральных и окружных форумов. Об этом рассказал проректор Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Расул Динаев. В прошлом году, как окружная площадка грантовая, он состоялся в этом году тоже при усилии Министерства по делам молодежи, при поддержке главы нашей республики, он приобрел всероссийский статус. Это значит, что грантовый фонд будет выше в этом году, география расширяется, вероятнее всего будет несколько смен. И он, получается, по сути, встал на один уровень с таким форумом, как Машук, всем известным и всеми любимым. В целом, традиции форума сохранятся, он пройдет под лозунгом «высокие горы, высокая нравственность». И для меня, как для одного из первых участников этого форума, это была, наверное, такая мечта – вывести Махар на тот же уровень, что и Машук, а то и выше, чтобы ребята со всей России смогли увидеть эти горы, звезды, озера, вдохнуть этот горный воздух и влюбиться точно так же, как и мы, в нашу Карачаево-Черкесию. Карачаево-Черкесская Филиал «Росгидр» проводит новый экологический проект, посвященный развитию системы раздельного сбора отходов и формированию у школьников культуры обращения с ним. Проект предусматривает установку на территории школ специализированных мусорных контейнеров, проведение серии открытых уроков, а также организацию вывоза и досортировки фракций с последующей сдачей полезных отходов в пункты приемки вторичного сырья. Мусорные контейнеры были закуплены в рамках благотворительной акции «Оберегай» и переданы трем школам региона. В средней общеобразовательной школе поселка Врово-Кубанский уже прошли первые открытые уроки. Увидела свет новая книга известного общественного, политического и государственного деятеля, публициста и поэта, первого в истории Карачаево, ученого электротехника Исмаила Алиева. «Титанический трот» историка «Географический очерк» под названием «Хурзук» вышел в Москве в издательстве «Делибри». В книге Исмаила Абергимовича «Впервые за древнюю историю аула» столь детально проводятся описания его ландшафтов, достопримечательности, древней и драматичной, а порой и трагичной истории в контексте истории всего карачаевского народа. В книге имена и жизнеописания знаменитых жителей Хурзука. Комментирует информацию публицист и поэт Исмаил Алиев. В Хурзуке я встретил свою судьбу 50 лет назад. И вот практически 40 лет назад, каждое лето, а у нас отпуск был замечательный, два месяца, мы проводились в семье в Хурзуке. Поэтому это моя любовь. Потом к Хурзуку привязались мои дети, потом Хурзук полюбили мои внуки. Вот такая вот у нас любовь из поколения в поколение к Хурзуку. У нас везде потрясающе красивые горы. Но Хурзук, его специфика в чем заключается? Вот с моей точки зрения, Хурзук – это идеальный туристический центр. Идеальный. Это не Архиз идеальный, а Хурзук. И не Донбай. А я объяснил. Хурзук располагается, вот я широко использовал в книге спутниковые снимки. И вот если посмотришь сверху на Хурзук, то Хурзук находится в центре, откуда ответвляется во все стороны, с севера начиная и на юг, и так дальше, ответвляются прекраснейшие ущелья, неповторимые каждый по своей красоте. Спортсмены Карачаева Черкесии, Заират Хагалегова и Джамиля Евгомукова завоевали первое и второе места, соответственно, на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Общество Динамо» до 23 лет в Нальчике. Финалисты состязания получат право выступить на первенстве России до 23 лет, который пройдет в Екатеринбурге с 15 по 20 марта этого года. Радио России. Карачаева Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаевой Черкесии облачно с прояснениями. Утром местами мокрый снег, снег днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, днем в северных районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7-12, в горах местами до плюс 6. Утром местами на дорогах гололедица, в горах Карачаева Черкесии сохраняется лавина опасность. Черкесский днем без существенных осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду, днем порывы 15-18 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 9 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил у Мартикиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!